Lineage 2 — легендарная корейская MMORPG, занимающая особое место в сердце среднестатистического СНГшного задрота. Любимая игра военкомата — главная причина всех демографических кризисов. Машина времени, позволяющая переноситься на несколько недель вперёд заросшим и немытым — чёрная дыра для личной жизни. Во времена, когда другие MMORPG накапливали кучу обновлений, в Lineage 2 запускали классические сервера. Теперь, когда другие ММО запускают классические сервера, линейка вновь бежит впереди паровоза и открывает уже свою третью версию под названием Essence. Итого, на данный момент мы имеем Линягу 2 со всеми последними хрониками, классическую линейку с хардкорной прокачкой и ранними хрониками, кстати, вот ссылка на ролик о ней, ну и недавно вышедшую Lineage 2 Essence, о которой мы сегодня и будем говорить. Можно сказать, что теперь у нас существует целая линейка игр по линейке. С вами Аркадий, рядом Нина, и мы не являемся заядлыми линейщиками и экспертами пола 2, так что на этом моменте видео вы официально подписали отказ от всех претензий в комментариях, ну а мы начинаем. Lineage 2 Essence. Вся суть игры содержится в самом названии. Ведь это по сути своей эссенция линяги, то есть выжимка самого основного контента из этой MMORPG. Концентрированная PvP, минимальный упор на прокачку, самодостаточность классов, мировые боссы. Все это нам по крайней мере обещают в промо-материалах, ну а мы проверим. Стартует Ла-2 Э точно так же, как и классическая версия. Мы создаем персонажа, выбираем ему стартовый класс, отправляемся делать первые квесты для помощника изначальной локации, но затем нас быстро телепортируют в столицу и отправляют к господину гиду новичков. Тот рассказывает, что жизнь стала гораздо проще и ножками больше топать никуда не нужно, ведь теперь можно телепортироваться напрямую в зону охоты и изничтожать врагов пачками. В дополнение ко всему, с самого старта вы еще и получаете имбовую возможность бафать себя самого. Бафы позволяют вам практически полностью забыть о регенерации хп и маны, а также о том, что мобы вообще способны вас убить на том же левле. И если в классике для подобной роскоши нужно было или иметь друга бафера, или констант пати, или играть в несколько окон, то тут все вот эти вот проблемы решены. В общем, бафов теперь хоть отбафляй. Бафаемся, телепортируемся, гриндим домой. Так мы и поступаем со следующим квестом, и со следующим квестом, и так, пока не возьмем 20 уровень. В классической линейке у меня ушло часов, наверное, 10, чтобы одному в соло взять 20. Здесь же я справился где-то за полчасика-час, с учетом многих тупников. На 20 вы, само собой, выбираете первую профу. Важная ступень для любого героя. Дальше все следует по тому же шаблону. Берем квест на охоту в конкретной зоне, телепортируемся туда в пару кликов, выполняем условия квеста, возвращаемся обратно и берем следующее поручение. Если вдруг вы не понимаете, куда вам следует идти, то можно, например, глаза разуть и глянуть на список телепортов, ну или спросить совета у гильдии котов. И если вы думаете, что это выглядит казуально, то галочка «ты сейчас умрешь». Весь процесс охоты можно автоматизировать и вообще не принимать участие в гринде мобов. Игра все сделает сама. Для этого здесь ввели режим автоохоты. Ну, знаете, сейчас ведь время такое, автошахматы, автобаттлеры, автоохота вот. Вот бы еще автовидео как-то делалось. Так вот, грубо говоря, теперь в игре есть автоматизированный официальный бот. Вы приводите персонажа в точку респа мобов, так называемый спот, включаете режим автобоя и отправляетесь пить чай, в то время как ваш персонаж носится между ближайшими монстрами, раздавая всем направо и налево. Помимо автоатаки, можно также прописать и макросы на определенную последовательность действий, скиллов и т.д., выставить нужные итемы на автоиспользование, чтобы еще сильнее отдаться ботоводству. Респятся мобы довольно активно, так что персонаж даже не успевает и шага в сторону сделать. В общем, можно чилить и слушать прекрасную музыку из игры. Никогда еще геймплей для видео записывать не было так просто. Однажды я, кстати, как-то ботоводил, в одной MMORPG, но не скажу в какой. Выглядит максимально похоже. В отличие от ныне модного в мобильных играх автоплея, когда игра вообще делает за вас все, и квесты сдает и бегает куда надо, тут все же автоматизируется именно процесс гринда. Брать квесты, бегать с кладбища и закупать расходники придется самому. Поэтому если вас кто-то ПК-шнет, а вы в это время чахнете в офисе, то персонаж так и будет лежать мертвой мордой в салат, пока вы его не поднимете. Такая вот своеобразная капча. В теории-то, конечно, все звучит по-райски. Теперь же к нюансам. Как вы понимаете, оставить перса на ночь и спокойно спать, пока капают счета за электричество и адена на счет, не всегда может быть выгодно. Для наиболее эффективной прокачки вам нужны расходники. Соски там, рунки и вот это вот все. Но куда важнее наличие так называемой виталки или благословления сайхи, которое дает вам возможность получать 300% опыта с убийством мобов. Каждый день вам выдают определенное количество виталки бесплатно. Этого хватает где-то на один вечерок игры, но если потребуется больше, придется заглянуть в магазин. При этом, убивая мобов, за которых дают опыт, вы заполняете некую волшебную лампу. В награду за кормежку джина вам отсыпают неплохое количество опыта и скиллпоинтов. Теперь по поводу ПК. У меня, в общем, Core i9-9900K, 32 гигабайт... Ха-ха-ха! Ой, ну и шутка, да. И все равно ведь тормозит в столицах. В общем, главное отличие Essence от других версий заключается в том, что штрафы за убийство мирных игроков относительно лояльные. Шмотки от ПК, например, не выпадают. Но заядлому убивцу будут порезаны показатели защиты, скорости, да и стража не взлюбит. Ну а так, в рамках разумного вы можете набрасываться на любого игрока, который вам не нравится, но если вдруг увлечетесь, придется долго и усердно отмывать карму. Подобные упрощения ПК-системы введены для более активного провоцирования боев. Ну там, битва за спот и вот это вот все. Просто представьте лицо какого-нибудь чувака, который оставил бота качаться и ушел на работу, а вы его завалили и оставили без опыта на весь день. Вот хохма! А вот если вас самих кто-то ПК-шнул, вы можете вернуться к обидчику с помощью системы мести и попытаться попортить жизнь уже ему. А от ганкеров выше вас на 10 плюс уровней вплоть до 70-го левла позволит защититься так называемая монетка. Боссы из своих подземелий переехали на свежий воздух. В отличие от задротфлини... Буквально на днях в игру добавили расу Камаэль. Они — создание гигантов. Они — совершенное оружие. В них сила сотен душ. И в десятки раз больше полигонов, чем в остальных. Нет, ну вот только сравнить. Также профы для них не привязаны к полу, а главной особенностью этих товарищей является возможность на определенное время принимать свою истинную форму, светлую или темную, словно главный герой из благих знамений. Теперь же перейдем к самой любимой теме среднестатистического интервьюера на ютубе. К деньгам. Сейчас про донат Орг будет говорить про донат. В рамках создания этого видео я поиграл в Lineage 2 Essence без доната и достиг неплохих относительно классических серверов результатов. Игра абсолютно бесплатная, так что, как всегда, есть нюансы. Уровней до 40-х, 50-х о каких-либо трудностях можно вообще не задумываться, а вот затем уже начинается период, в который бесплатных расходников хватает на меньшее время, в среднем на вечерок. Для таких, как я, игроков без вложений, тут организованы ежедневные сундуки, награды за убийство мобов, та же волшебная лампа, но внутриигровой магазин за рубли тоже имеется. Ассортимент донат-шопа не косметический. Тут продаются как типа лутбоксы со шмотом, так и упрощающие прокачку итемы и местная полупремиум-валюта под названием L-монеты. Она с некоторой вероятностью добывается во время охоты, при этом существует определенный лимит на добычу этих монет в день, ну или можно купить их в магазине для того, чтобы тратить в другом магазине, ну прям денежный оборот. За L-монеты продаются усиление, снаряжение, припасы, короче, важные штуки, которые лучше не игнорировать. Теоретически можно перепокупать магазинные предметы у других игроков за адену. Также один раз на аккаунт дают возможность купить стартовый набор за 0 рублей, за который выдают купон на пушку плюс 16. Каждый день желательно забирать бесплатный наборчик поддержка Сайхи, чтобы иметь подпитку бафов, сосок, виталки и прочих расходников. В общем, типичный фри-то-плей со всеми своими подводными камнями. Вероятность наткнуться на заряженного деньгами нагибатора имеется. Как и много где еще? Суровый рандом. Ну и что по итогу-то? Лично мне, как нелинейщику, судить крайне сложно. Кто-то скажет, что АФК гриндинг убивает дух, а вот сама-то суть и была в прокачке. Кто-то наоборот обрадуется, что меньше рутины, больше фана. Но в принципе теперь-то можно выбирать аж из трех линеек сразу, почти на любой вкус. Я хоть посмотрел на тот контент, который не мог застать при игре на классике. Общая концепция сервера немного напомнила мне всякие пиратские пвп-сервера с множителем опыта типа x1000, однако теперь на официальной ноте. Если вам тоже интересно было бы глянуть на Ла-2 в такой вот вариации, то можете это сделать по ссылке в описании. А вось наши персонажи в Альттабе встретятся на каком-нибудь споте. Ну а с вами был Аркадий, рядом стояла Нина, и пока это видео монтировалось, я взял еще пару уровней. Учитесь! Помните про второй канал на ютубе, стримы на твиче, паблик ВКонтакте, и до новых и скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин